Здравствуй, мир! И я всё-таки не удержалась и купила Пансеттию. В народе просто рождественская звезда. Мне очень нравятся её выразительные предцветники. Это как раз вот эти вот ярко-красные листья, а сами цветочки у неё очень маленькие и не такие привлекательные, как сами красные листья. Я всё ещё на стадии формирования своей коллекции, и поэтому отношу на работу фикус Бенджамина Наташа. Так как я снимала это некоторое время назад, то было ещё не так холодно и ещё можно было утеплить как-то сам цветок. Я заворачиваю его, естественно, в свою одежду. Ещё дополнительно там в пакетик, и ещё в один пакетик, и ещё в один пакетик. И так я перевозила большую часть растений на работу. Так, какая у меня сейчас температура? 22 градуса, учитывая, что стоит она рядом с окном, и здесь у нас поддувает. Естественная вентиляция, так сказать. 22 градуса и 38% влажности. Это немного, но здесь фигачит батарея, так что всё нормально. Так, что у нас с понсеттией? Понсеттия вот уже цветёт, бутончики раскрываются потихонечку. Блин, как мне нравится вот эта вот охапка. Здесь вот такие вот немного повреждения. Здесь много повреждений, потому что, ну, как бы кот, сами понимаете. Стоит она у меня здесь, поливала я её за это время только один раз. Грунт уже сухой. Сейчас буду поливать, добавлю совсем капельку удобрения в водичку. Стоит она у меня здесь больше двух недель. Так, я её обычно я там, ну, типа дней 10. Ну, так, боже, боже, вернись, вернись на место. Обычно я, ну, там, типа дней недельку или 10 и уже кладу. Вот давай вот так. Не видно ничего. Вот. На полу более-менее, более-менее видно. Она сама по себе такая яркая, если что. Вот. Обычно я дней 10 держу и обычно ставлю к своей коллекции, потому что если к этому времени уже ничего на листьях на стволе не видно, то всё, значит, отличненько. В глобусе, где я её покупала, царит мучнистый, царствует, я бы даже сказала, мучнистый червец. Поэтому, да, я купила лаказию, заражённую мучнистым червецом. Сейчас лечила её, вроде всё нормально с ней. Никаких вредителей после двух обработок не обнаружено. Уже вытравили. Её я купила прямо вот в тот же день, как стали выставлять. Я очень боялась, что опять принесу домой какую-нибудь заразу. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Вроде пока ничего нет. Вот она уже зацвела. Так, фокус покинул чат. В общем, буду ставить к своей основной коллекции. Как себя чувствует аллоказька? Прошло уже полторы недели. Чувствует себя аллоказька очень хорошо. Во-первых, она уже не умирает. Начнём с этого. А это уже победа. Напомню, она была заражена мучнистым червецом. Я её из глобуса, получается, принесла. Это аллоказия не было. Вот такие вот у неё сейчас листочки. Так, фокус покинул чат. Так, вот этот был самый такой бодренький, так скажем, листик. Так, на свет, на свет. Самый такой бодренький. Самый такой бодренький листик. Вот это был самый молодой листик. И он держится просто на честном слове. Как бы так было. Вот он держится на честном слове. Но Штора Дургар Хороший, она уже не умирает Этот я даже не знаю Пусть пока сам не отпадет Пусть висит, хоть он меня и раздражает Но ладно Этот листик Я думаю, она потеряет все листы Но вот этот прям Я думала, он отпадет первым Но он еще держится Они прям сухие, прям вот слышно Но Как мне тут сказали в цветочном чате Что Алаказия может восстать из мертвых Поэтому я очень на это надеюсь Я ее купила за 1600 И как бы Хочется, чтобы все-таки она у меня жила У нее там не было клубенька И это больше всего меня Беспокоит Она после пересадки в мох Более-менее Восстановилась После еще мощнистого червеца Сейчас все отлично Я очень на нее надеюсь Давай, будь моей птицей Феникс Фоукс, давай Потому что я тебе хочу еще купить подружку Сильвер Дрэгон Маленькую Я ее тебе куплю Но для начала Ты у меня должна Ожить Так что давай Так, оттуда же, да? Оттуда должны новые листики Пожалуйста Так, сначала был вот этот Потом вот этот Потом вот этот Чисто теоретически Вот отсюда получается Следующий должен быть Давай Ну это, конечно, будет не сейчас Не через месяц И не через два Но Я надеюсь Очень сильно на нее надеюсь Потому что Не хочется, чтобы Мое личное кладбище Растюх Пополнилось Хоба И она выпала Понятно, да? Почему я ее пересаживаю Из этого Хорошего Лаконичного Маленького Миленького Горшочка Который я заказывала На ВВ В горшочек Побольше И потяжелее А пока что Я посажу в этот горшочек Мою Детку Сансеверия Я ее Отделила совсем недавно И У нее еще Не успели Образоваться корни Но я уже Ее пересаживаю Для того, чтобы Она сразу же Осваивала Тот горшочек Который я ей дам И еще Это Подарок Для Моей сестры И Конечно же Мое хобби Живет Моих родных У них просто Нет другого Выбора Поэтому Да Либо они заражаются Вместе со мной Либо Другого варианта нет Они заражаются Вместе со мной Этот глиняный Горшочек Я покупала В Леонардо Стоил он Около 130 И 150 Рублей Вроде как Он тяжеленький Он Кашпо Без отверстий Но переливать Я не собираюсь Так как Денежное дерево Это суккулент Плюс я всегда Трогаю листочки Чтобы понять Насколько Цветок Обезвожен И очень надеюсь Что Его вес Поможет Красуле Устойчиво Стоять И Не Падать Кстати Я все-таки Решила Его Немножечко Заглубить И Посильнее Утрамбовать Вскоре Вскоре Хочу Перевести Большинство Моих растений На ЦУ Грунт Это Не реклама Просто Мне очень Хочется Попробовать Именно Этот Грунт Потому что С Кокосом Я Не смогла Подружиться Забегая Вперед Хочу сказать Что Это Детка Сансеверии Плюс Другой Горшочек С Тоже Красулой Успешно Был Упакован И Доставлен В новые Любящие Ручки Моей Сестренки Ну а На сегодня Это все Увидимся В следующем Видео Пока Пока